Первые сообщения о зарегистрированных случаях пневмонии и неизвестной теологии появились из Китая в конце декабря прошлого года. Позднее выяснилось, что причина – коронавирус. На текущий момент зарегистрировано 8 тысяч случаев заболевания, 170 – с летальным исходом. В нашей стране приняты меры ограничительного характера. На границе производится досмотр всех рейсов, которые прибывают из Китайской республики. На границе – тщательный медицинский досмотр и отдельное обследование лиц с признаками ОРВИ. Те туристы, которые российские сейчас есть в Китае, в частности на острове Хайнань, это порядка 5,5 тысяч человек. Их вывезут до конца недели российские авиалинии. И при въезде, при пересечении границы все лица будут осмотрены, обследованы. Информация о них, в какой регион Российской Федерации они дальше отправляются, будет, соответственно, отправлено вслед за ними с целью установления медицинского наблюдения уже по месту их пребывания. Сейчас в каждом регионе разработаны инструкции, алгоритмы реагирования на все случаи, как действовать медработникам и должностным лицам. На территории Рязанской области система профилактики комплексная. Роспотребнадзор сотрудничает с Минздравом и Минтуризмом. Рекомендуется отложить запланированные в Китай поездки. В случае, если поездку отложить невозможно, стоит соблюдать правила профилактики, оказавшись в стране с зарегистрированными случаями вируса. Употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду, не посещать зоопарки и культурно-массовые мероприятия с привлечением животных, использовать, конечно, средства индивидуальной защиты, соблюдать правила личной профилактики и общественной профилактики. В отношении личной профилактики здесь срабатывают элементарные правила мытья рук. Признаки коронавируса такие же, как у других респираторных заболеваний. Слабость, высокая температура, кашель, затрудненное дыхание. В любом случае, лучше не затягивать и обратиться к врачу. Все случаи осложнений и тяжелых летальных исходов, они по статистике не только при коронавирусной инфекции, вообще они связаны с поздним и своевременным обращением за медицинской помощью. Поэтому своевременное обращение за медицинской помощью поможет предупредить тяжелое развитие заболевания и возникновение осложнений. Специфического лечения коронавирус не имеет и при своевременном обращении к врачу лечится, как обычное вирусное заболевание. Стоит отметить, что коронавирус известен давно, он не появился внезапно. В основном заболеванию подвержены животные, млекопитающие. Протекает, как правило, легко. Предположительно, люди стали заражаться, используя плохо обработанную пищу, мясо заболевших животных или морепродукты. Соблюдать личную гигиену и не пренебрегать походами к врачу в случае обнаружения симптомов – основные рекомендации, которые позволят избежать опасностей, связанных с вирусными инфекциями.